Внимание! Данное видео создано ради проверки экспериментов в качестве ознакомления как документальное кино, и ни в коем случае повторяйте на министровы. Всем привет, с вами Тимон, и давненько я что-то прикольного не создавал и не придумывал. Кто помнит эту машинку на радиоуправлении? А? Есть у Алды? Да, 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 это то самое видео, где мы к ней приклеивали огромные крылья от специального самолета. Тоже, кстати, на радиоуправлении. Как вы помните, мы ее тогда с трудом таки запустили в воздух, но это было, конечно, ненадолго, она просто была очень тяжелая, но инерции даже с троплиной ей реально не хватало. Но было круто, и, кстати, мне реально понравилось. Ну и во второй раз эту машинку мы с Серегой решили запустить в бассейне ньютоновской жидкости. Кто не в курсе, это такая жидкость, в которой можно утонуть, если стоять, но если быстро пробежать... То жидкость это будет, знаете, как мягкая резина. И, кстати, машинка тогда легко проехала. Ну и потом я даже проезжал настоящие машины, это было что-то. Я, конечно, сильно боялся утонуть, и что машина сможет застрянуть в этой яме? Она, кстати, была глубокая, там на полколеса даже. Так что, кто не видел, можете зайти ко мне на канал, и все эти видосики ждут вас. Ну, а в этот раз я решил сделать что-то серьезное. Мы немного модернизировали наши колеса. И не спрашивайте, как это сделать. Я ни в коем случае не советую вам это повторять. Лучше просто смотрите, что у нас получилось. Нам же придется это все делать специальной защитой. Ну и мы не будем подходить к этой машинке, так что будем все делать и управлять расстояние. Страшная штука получилась. Помню, как на Хэллоуин ставили похожие пилы на свои кораблики в World of Warships. Мда. Нехило мы тогда отрывались с Серегой, а потом еще пришельцам мочили и на Годиллу с Конгом смотрели. Разработчики постоянно устраивают что-то интересное. То ивенты, то обновы. Недавно вот подлодки добавили, теперь сражаться можно не только на воде, но и под водой. Настоящая морская охота. Ныряешь поглубже, чтобы не заметили и раздаешь торпеды в брюхо кораблям. Развивай клановую базу, смотри мульты про военно-морской флот прямо внутри игры. Проходи исторические кампании и, конечно, весело сражайся в одиночку или с друзьями. Регистрируйся в игре по ссылке в описании и забирай целый мешок подарков с двумя крутыми кораблями. Один из них премиальный, кстати. Держи курс на World of Warships и регистрируйся прямо сейчас. Ну а мы продолжаем. Короче, как вы знаете, я обожаю гигантские шары. И они, кстати, супер прочные. Спокойно выдерживают вес человека и даже не только. Я думаю, будет прикольно проехаться по такому шару на этой машинке с ее супер колесами. Да, ребята, если вам нравится такая рубрика, мы готовы запустить новую серию с гигантским шаром и батутом. Давайте наберем на этом видео 30 тысяч лайков и обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить такое видео. Но для начала мы хотим вообще понять, эти колеса там работают или нет. Ну, реже там они или хоть что-то. Ну, потому что с ними машинка такая, знаете, неустойчивая и вообще она постоянно буксует на месте. Ну и для начала мы решили надуть вот такие шары-колбаски. Их еще клоуны используют для моделирования всяких фигурок. Ну а мы хотим для начала проехаться по этим шарам. Думаю, парочки будет достаточно. Да, и как видите, я сделал сразу много. Не спрашивайте, почему тут мокрое, это было очень, кстати, трудно. Шары эти капец нестабильные. Но надеюсь, будет весело. Вот наш зверь, и как видите, он готов к работе. Как колеса работают, так предметы для переезда готовы. Я отхожу и давайте уже его запускать. Это было очень круто. Но я думал, что сцепление с такими колесами не будет от слова вообще. Ну и машинка там поет куда угодно, но не прямо. Но она едет. Буксует, конечно, на месте, но едет. И, кстати, в замедлении видно, что она еще искры выпускает от дороги. Это реально круто. Ну и не будем вас томить, так как я думаю, всем теперь интересно, что если заехать на огромный шарик ими колесами. С кучей воды не забываем. Я даже переживаю, не умрет ли мотор внутри машинки такой от воды. Вот наш шарик, и давайте уже его заполним. Та-дам, ребята. Та-дам, тюдеса монтажа, и шарик заполнен. В нем целых 50 литров воды. Я подумал, что будет круто, конечно, соорудить специальный троплин для этого. Ну, чтобы машинку не залило, и она все-таки проедется прям по поверхности шарика. Единственная проблема, конечно, сцепление с деревом. У этих колес вообще не присутствует получается. Поэтому будем делать вторую попытку. Это все. Так быстро произошло, я вообще ничего не понял. Короче, я думаю, на монтаже это будет супер круто, так что вы все увидите. Так как потом выяснилось, что машинка прямо упала на шарик передней частью своей. И он лопнул, и знаете, началось такое, какое-то месиво накручиваться на колеса. Получилось, как будто бы мельница, и все было в брызгах, и это было супер эффектно. Кстати, мы сделали вторую попытку, и оказалось, такие машинки могут ненадолго даже выдерживать намокание. Но не зря мы запускали ее сверху на шарик, и они прямо его рассекали. Потом она просто перестала работать, и когда уже высохнув, запустилась. Короче, эти колеса реально, ребята, крутые, и шарики, и Орбис, например, мелет на ура. Прям мелкую труху. Ну и еще мы запускали эту машинку в специальных пересчетках кузнецратом для безопасности, и она спокойно шинкует морковку, представляете? Да, прям меленько так на салат, как терка, такая себе мини-мясорубка. Так что в качестве эксперимента это было интересно. Но повторяю, я не советую это повторять дома, так как у нас были все мирозащиты на руках, там и на ногах, ну и мы сами прятались во сроках безопасности. Так что надеюсь, вам понравилось это видео. Если хотите, еще поддержите лайком, там и подпиской, чтобы я понимал ваши интересы, и продолжать там или нет, и нажмите на колокольчик на все уведомления, чтобы вы будете всегда первыми. А на этом все, ребята, всем удачи и пока-пока.